здравствуйте мои дорогие зрители меня зовут олеся я рада приветствовать вас на моем канале сегодня маленький обзорчик вам сделала наши птицы покажу что у нас изменилось что что произошло в общем смотрите для начала покажу вам моих новичков сейчас открою у нас все знаете из подручных средств брудер брудер мой закрыт упакован смотрите это бройлеры малыши вот такие ребята 15 штучек самое интересное у меня первый раз попался смотрите вот этот цыпленочек вот тот малыш с черными крылышками полосками по моему это не бройлер он немножко меньше их по конституции строение вот самого тела немножко другое и у него на лапках как перышки на лапках внизу до самого пальчика вытаскивать тревожить не буду вот он стоит она уже видно а так у нас вот такие дела живут мои малыши две кормушки тут их 15 поэтому побольше поилочки пока одной хватает поилочки нас литровая банка пропойки я и делать на не делала сначала потому как они у меня на турине но я заметила здесь у меня один цыпленок с грязной попкой и решила пропаить их пропаиваю вот таким препаратом энрофлон очень даже хороший удачный препарат пропаю сейчас их энрофлоном а потом бифидовым бактерином и витаминами вот такой энрофлон 10 процентный развожу пол кубика на литр воды пропаиваю 5 5 дней вот так маленькие еще малыши поэтому про папа пропойки это я не боюсь оно все выведется через две недели вот он кстати лежит малыш которого попка грязная в общем понос так закрываем удар едем дальше сейчас я вам покажу где живут мои индюки здесь раньше были бролеры все вычистили убрали подбелили немножко здесь их комбикорм стоит наших индюков сейчас кормим перешли на курину рост рост правильно да грунт покажу вот комбикорм грунт груер для индеек пурина вчера их посла покосил муж траву во дворе хорошенечко выкосил она подсохла пока согребали травку мы пасли индюшат бегали счастливы довольны здесь у них сено перемешку с соломой это то что у нас осталось прошлого года на чердаке чердак мы немножечко счищаем старое убираем вот это в общем я понемножечку так как холодно у нас достаточно холодно сыра дожди я добавляю это в подстилочку птицы вот они и дюшеньки мои подстилочки сегодня я им не меняла стараюсь вот эту солому сверху солому седом эту подстилку сменить каждый день потому что они гадят и чтобы было чисто и сухо меня стараюсь каждый день если уходим на прогулку хорошая погода можно и раз в два дня водичка водичка чистая сегодня добавила бихидум бактерии и комбикормик стоит ведерко кстати очень удобно в ведерках комбикорм не переворачивают потому что на донышке половинка кирпичины она дает тяжесть и они не могут перевернуть вот такие мои малыши закрываем их там курошист все вычищено обработано вот так живут мои индюши окошко здесь у них света много и достаточно теплое место идем дальше что у нас поменялось галашейки еще не обросли до конца они опять восстановили яйценоскость но пищики пошли я вижу что начинают обрастать ну сами по себе галашейки они знаете у них очень мало пера вот поэтому смотрится они конечно не эффектно вычистили у них вот если вы можете видеть если раньше наблюдали вот там вот стены вот эти вот кирпичи они были полностью подстилка вода сюда была закрыта то есть это вот на такую глубину была такая глубокая подстилка теплая все убрали немножко свежих опилок вот подсыпали вот теперь мы будем будут штукатуриться стена потому что видите они вот это вот все ямки дырки это они выгрызают вот он мягкий поэтому они выклевывают все это съедают сюда теперь у нас видите как поднялись высоко гнезда наши будем делать муж сделает вот такую же лесенку и поставим еще лесенку чтобы им было комфортнее но временно пока вот такой ящик чтобы вам было удобно сюда сбираться вот такие девчонки смотрите зерно кушают кастрюлька стоит это периодически я даю мешанки и свеклу вот они там остатки свеклы едят с удовольствием и выгул открыт полностью дворками открыто при открыто чтобы не было сквозняка и не ударила птицу дворкой ветром да кстати по поводу выведенных вот этих вот блоков у птицы всегда есть ракушка специально ракушка с известью смешно связи с ником ну вот это у них такое знаете видимо развлечение на ночь глядя когда бессонница не выклевывают там мне в ракушка еще и мил добавлен в общем своя такая мешанка а теперь идем к мини мясным они уже у нас подросли вот такие мои хорошие малыши уже начинают песни петь петушки хрипло вот они кохают ходят бурчат ворчат у них открывают сегодня честно сказать первый раз открыла за последнюю на неделю или пять дней последних выгул потому что холодно ветер сильные направление ветра такое что задувала прямо сюда в дверку и сквозила им сквозняку птица все знают боится поэтому об этом нужно думать посмотрите что творится откуда ты залез кузенька такие дела выгул открыла они туда не спешат они побаиваются но вот эти вот часто вот сюда сядут на порожки посидят уйдут кстати заметила белые мини мясные они немножко посмелее чем палевая белые чаще выходят туда на прогулочку палевые меньше сейчас они вот кушают там дробленка и чистая водичка водичку буду сегодня давать добавлять настойку крепкий самогон 72 процента на нем настояны шишки сейчас я вам не покажу у меня здесь нету шишки сосны маленькие молоденькие шишечки не побеги а именно шишечки это очень хорошая профилактики потому что простудных заболеваний бактериальных все-таки там высокая концентрация фитонцитов вот поэтому хвойных будем проводить такую профилактику самой настойки чистая у меня нет она очень крепкая у меня есть уже она в разведенном виде я вам сейчас ее покажу вот она разведена она становится такая мутная это 72 процентный вот самогон настойка разведена уже я слила с шишечек и развела пополам с чистой водичкой запах невероятно сосны вот такое выглядит конечно у меня красиво но вот эти мы буду пропаивать их в течение нескольких дней для профилактики еще раз вирусных заболеваний сырость так теперь идем вот у нас свекла вот наша дуняша подросла девчонка вот она так а теперь котлеровские смотрите какие ребята у них в баночке желтая водичка я развела им витаминки гоматоник также дробленочку едят хотят все на воздух они были выселены во двор уже но из-за того что резко похолодало на через дожди мы их сюда вернули тоже в подстилочку видите добавляю немножко старость соломы с сеном чтобы было все-таки немножко им комфортнее меньше было сырости эту птицу не могу приучить к курашисту видите курашист сделан новенький но вот они очень мало редко туда садятся в основном 3 4 но максимум 5 штучек сидят там на кураши стеки остальные вот здесь вот прям на соломке на этой спят поэтому я решила подстилать сегодня эту почищу здесь и ундюку уберу снимаю с утра поэтому чистоты еще в кратнике нет здесь тоже будет все штукатурится стена чтобы потом никто ничего не расклёвывал вот такие у нас котлеровские сейчас я покажу вам еще наших перепелок на верхней полочке нас были силадоны они были уже очень старенькие мы их убрали для солнечки с милочкой будет будем варить каши это у нас молодежь здесь перемешку здесь на основном здесь техасцы но среди них могут попадаться силадоны это молодняк когда вывелись не могу сказать точно уже не помню но им еще нету полутора месяцев они еще не несутся они еще малыши тоже малыши я их разделила на две полочки половина сюда по-моему здесь 10 здесь 11 а здесь здесь по-моему 12 вот это старички эти ужас дикие вот они вот такие становятся старенькие когда они с петушками петушки конечно их очень сильно ощипываю дербанит беспокоит вот они такие они еще очень даже хорошо несутся их мы пока не убираем а здесь по цвету отобраны те что точно будут силадоны тоже это молодежь это все с одного вывода малыши кузя лезет в камеру посмотреть понюхать вот так вот кузенька кузякс кузенька котик вот он такой красавчик котик никогда никого у нас сарае не обижает он очень умненький котик молодец он здесь ночует охраняет нашу наше хозяйство от мышек и недавно даже крысу поймал вот такой у нас парень что что хочу показать сыра во дворе холодно ветра что я добавляю в таких случаях в мешанку потому что сейчас начинается такие простудные могут появиться у кур заболевания вот это вот красный это красный жгучий вот перец острый перец острый щепучий вот я делаю мешанку мешанку добавляю этот перец что он дает он хорошо прогревает курицу внутри очень хороший эффект здесь у нас у дробленка там в эти мешанка и немножко добавила гранулы гранулированного комбинированного корма курского там картошечка отварная картошка хлеба немножко вот такую мешанку даю вот эту мешанку специально для того чтобы у куры получили перец перец он проводится еще почему хорошо перец хорошая профилактика различных простейших перец острый птица чихать начинает и все что у нее вот знаете когда заболевание курина ларинготрохииты перец согревает и провоцирует чок и птица вычихивает вот эти вот все зараженную слизь и начинает выздоравливать если что-то есть но это как профилактика 5 перец и как профилактика и как вспомогательное средство при лечении птицы простудных заболеваний птицы и еще очень важно даже когда жаркие дни курочкам нужно давать теплую воду это очень важно я уже на этом обожглась у меня птица начала хрипеть и кашлять вот поэтому я ее вылечила уже все в порядке она пошла на поправку у меня начали чихать и кашлять мои имени мясные немножко под застыли вот и чихали кашляли катли резкие но молоденькая птица началась такая проблема быстренько и подлечила и вот провожу такую профилактику также буду вот эту настойку на шишках на самогоне буду тоже им давать для профилактики чтобы не вводить в рацион птицы много различных аптечных препаратов вот такая мишаночка едят они с огромным удовольствием вот такие вот вот такие в нашем хозяйстве новости сегодня еще сниму видео о наших цыплятах покажу маленькие нюансы и особенности кстати часть цыплят я продала появился покупатель вот я продала часть цыплят два десятка в общем в общем я сегодня вам их сниму покажу и все вам расскажу так что заходите подписывайтесь ставьте лайки я очень вам благодарна спасибо большое